Если посмотреть армянский сегмент соцсетей Facebook, можно обнаружить интересную с точки зрения морально-психологического состояния армянского общества дискуссию на странице у известного армянского политолога профессора Хайка Мартиросяна. И вот что он пишет. Политическая мысль в Карабахе настолько удручает, что некоторые люди думают, что если кто-то был первым или вторым губернатором в воюющем регионе, тогда каждое преступление должно быть прощено, а существование политики на полях войны – снисходительность. Если Карабах должен быть независимым государством, то ни один армянин из Еревана или Сюника не должен идти умирать в Карабах. Пусть армяне Карабаха защищают свой Карабах в одиночку. Независимость Карабаха – не выбор армян Карабаха, а выбор группы антиармянских властей, их лидера Ливона Терпетросяна. Об этом написал на своей страничке армянский политолог, ссылаясь на период начала сепаратистского движения, начала войны в Нагорном Карабахе. Не менее интересны комментарии других пользователей, суть сетей. Некоторые пишут, «Карабах не был признан Республикой Армении самостоятельным, и поэтому он не может быть независимым государством армянских граждан, хотя карабахские армяне, как иностранные граждане, получают паспорт Республики Армения». Об этом написал другой армянский политолог Ара Папян. И ему подытожил тот же Мартиросян. Он добавил, «И кормятся из бюджета Республики Армения, пользуются вооруженными силами Республики Армении». Рассуждая об объемах пожертвований извне на развитие опустевшего Карабаха, оккупированного Арменией, другой армянин, пользователь Армен, пишет следующее, «Мы собрали деньги для Арцоха, Арцоха, который арцахцы называют Карабахом, где дороги так и не были построены, нет воды, нет работы, а обижавшие из Арцоха арцохцы захватили Ереван». Следующая цитата. «Глупая, пустая, нечеловеческая порода. Да, армянский народ отдал свою жизнь за свободу Арцоха, но не за другой тип бандитизма», написал все тот же Армен. Впечатляет также количество лайков, указанных в комментариях, если посмотреть, и общий дух дискуссии. Большинство участников, которые согласны с отмеченными выше высказываниями. Мы видим, что в Армении происходят внутренние и внешнеполитические процессы. Какие именно процессы мы видим? Это все следствие политического кризиса 2018 года в Армении. Отсюда такие процессы, непредсказуемые со стороны Армении. Уже многие понимают всю трагичность ситуации в Армении в связи с оккупацией территории Азербайджана. Вот, например, член Армянского национального конгресса Зоя Тады Васян в ходе встречи с журналистами выступила со скандальным заявлением, скандальным в кавычках, об оккупированных территориях, заявив, что их нужно вернуть Азербайджану, если требует это разрешение конфликта. Вначале она заявила, что оккупированные во время Карабахской войны территории не являются территориями Карабаха. Затем продолжила. Мы их называем освобожденными. По сути, вы хорошо знаете, что в этой аудитории все понимают, что это захваченные территории. На вопрос журналистов о том, что означает это ее заявление, что это значит захваченные территории, Зоя Тады Васян ответила вопросом. Это армянские разве земли. На вопрос журналистов, считайте, что они должны быть возвращены. Зоя Тады Васян ответила. Никому из вас не нужно на меня обижаться, но не я это решаю. Этот вопрос всегда ставился сопредседателями, вообще осуществлялся за столом переговоров. Не нужно обижаться на меня, требовать чего-то, за что я не отвечаю. Если вопрос идет об урегулировании за счет возвращения территории, то, конечно, это правильно. Если все страны договариваются решить вопрос таким путем, то на замечание о том, армянская сторона считает эти территории освобожденными, в кавычках, а не захваченными, Тады Васян заявила, что это позиция армянской стороны, в то время как международное сообщество придерживается другого мнения по данному вопросу, считая их захваченными или оккупированными. Другой вопрос спрашивала, ли она мнение народа Карабаха об этом, Зоя Тады Васян ответила, я никого ни о чем не спрашивала, я констатирую факт. А вот в своей речи сказал Тар Петросян. Не извлекши уроки из горького опыта, прошедших 18 лет, режим решил продолжать пресловутую политику вечного противостояния с Азербайджаном и Турцией, которая за этот короткий промежуток времени уже привела к большим экономическим, социальным, демографическим и моральным, психологическим разрушением в Армении и Карабахе. Это означает по меньшей мере еще лет 18 подвигаться этим разрушением пока от Армении и Карабаха ничего не останется. И сама проблема как таковая потеряет свою актуальность.